свобода от религиозного культизма так назвал я трансляцию слава богу сейчас закончилась трансляция с утренней молитвы с хлебопреломлением с причастием с и фористии и вот сразу я начинаю новую трансляцию этим же утром сегодня 28 у нас августа 2018 год вот и сегодня темы моей этой трансляции второй уже утренней является свобода от религиозного оккультизма свобода от религиозного оккультизма ну и вообще свобода от оккультизма всякого но в буду говорить о религиозном оккультизме потому что сегодня 28 августа и к сожалению думаю многие из вас это знают уже но кто не знает я скажу к сожалению миллионы сегодня верующих христиан православных католических и протестантских немало знаю много случаев таких верующих обманутых многовековой религиозной ложной пропагандой молятся к богородице молятся празднуют успение так называемой богородицы успение до успение и ну проще говоря чтобы было понятнее день смерти но называется это успением потому что есть такая вера что это не просто годовщина смерти и что якобы мария она и воскресла и вознеслась на небеса хотя православие нет такой доктрины но однако же есть все равно как бы до юры этой доктрины нету но де факто она повсеместно даже здесь в киеве допустим успенский храм или вот ну лавра сама собственно величайший святынь украинского народа она посвящена да успенская называется лавра жалко конечно что действительно очень много вот этот культ богородицы он въелся в плоти кровь украинского народа русского народа белорусского народа других народов и хотя в разных народах это присутствует но корень то это один действительно и основание это одно это очень древние заблуждения были так древние заблуждение древний ересь вот к нам это ересь пришла самого начала принятия христианства еще в десятом столетии крещение руси украины было еще в конце десятого века вот и с момента образования вот киевской митрополии самого начала к сожалению вот эта ересь она уже стала повсеместной распространяться вот и в частности праздник успение богородицы успение марии дело в том что считается что вообще с именем матери иисуса христа связано очень многое в традиционном христианстве православным вот я как реформатор как обновление как евангелист православный очень часто об этом рассказывал и как учитель библейских школах семинариях институтах колледжах я все это рассказывал не раз уже вот проводил семинары кому интересно можете даже просмотреть полный курс там взять допустим посмотреть культ богородицы так наберите вот на ю тубе допустим культ богородицы архиепископ сергей журулев вот и там насчет обычно там какие-то видео сразу всплывают старые вот и надо конечно новые уже записывать потому что об этом говорить надо по-новому в свете каких-то новых таких и откровений пониманий вот и сегодня я начну что скажу что начну со слова божьего да вот то что вчера вечером прочитывал как раз по поводу ересей снова прочту будем внимательны друзья второе петра послание апостола вторая глава начинается такими словами были и лже пророки в народе как и у вас будут лжеучители которые ведут пакубные ереси и отвергаясь искупившего их господа навлекут сами на себя скорую погибель и многие последуют их разврату и через них путь истины написано будет поношение и из любостяжания будут уловлять вас лестивыми словами да вот эти слова апостольские исполнились буквально друзья буквально библейские вот эти пророчества будь то слова иисуса или слова апостолов даже самый страшный библейский прощества исполняются буквально вот и действительно как и истории израиля были лжи пророки и вы читает библию как много израильно страдался из-за уже пророков из-за доверия хал уже лжепророкам, веры лжепророкам, этим лжиучителям. К сожалению, очень много евреев часто оказывали доверие, доверчиво воспринимали именно послания вот этих лжиучителей и лжепророков. И через это народ Божий Израиля очень много настрадался. Библии об этом много мы читаем. Но, друзья, как и апостол Петр предупреждал, Новозаветная Церковь Иисуса Христа, христианство на те же самые грабли стало наступать, на те же самые грабли исторические. И вот как вчера я сделал такую экскурсию, небольшую историческую видео. Кто не смотрел вечерние программы, посмотрите, пожалуйста, я об этом так думаю, убедительно исторически сделал экскурсию до самого конца 4-го столетия, показывая, что первых 300 лет христианской эры, даже 400 лет, первых 400 лет истории христианства не молились в церквях, не молились индивидуально христиане никому другому, кроме Господа, не молились к Богородице, никому в голову не приходило. Ну, хотя я сделал исключение, сказал, что да, все-таки кому-то приходило в голову. Надо по совести сказать, что в конце 4-го столетия уже некоторым товарищам приходило в голову. Но эти товарищи нам совсем не товарищи. Это спиритисты, оккультисты, значит, это монахи, ну, гностики вчерашних слов, перекрашенные в монашество. Вот. И, в общем-то, вот все эти свои гностические ереси, они перенесли в христианство, в том числе и вот антисметизм, спиритизм, религиозный оккультизм и многие измы перетащили в христианство. Но они не смогли бы это сделать так массированно, если бы не было бы уже, ну, будем так говорить, спроса. Номинальное христианство к тому времени очень сильно популярное. Люди становились христианами порой и не по доброй воле уже в конце 4-го столетия, вот, ради выгоды и порой и страха ради, вот. Вот. И, в общем-то, церковь наводнилась по тому людьми, вот, невозрожденными, да и те, кто называл себя настоящими христианами, там, курум на смех, там, порой, там, читаешь такое в истории 4-го столетия, что просто волосы дым поднимаются. Начиная с этого антихриста, Константина Великого и его мамы, ну, там, яблони от яблони недалеко, знаете ли, мама там даже больше сделала зла, чем ее вот это яблоко, упавшее от нее, будем договорить. Елена организовала первую эту экспедицию такую церковную археологическую в Израиль, нашли якобы крест, на котором распяли Иисуса Христа, религиозные атрибуты разные, стали им поклоняться. То есть, религиозный фетишизм, оккультизм как раз больше даже через Елену. То есть, хотя антихристом стал таким, как бы, видным Константин, ее сын, но она была больше в тени, как бы, но все-таки, собственно, она была, считай, кукловодом даже своего сына, который и своего сына Криспа убил, и жену Фаусту свою убил, и все по наущению своей матушке. Вот так вот. И знаете, друзья, конечно, страшные вещи, читаемые в истории христианства, но самое страшное, что церковь поддалась на вот подобные искушения, и то, что они могли сделать костры инквизиции, будем так говорить, римской, ну не инквизиции, но гонений, костры гонений там, да, за первых 300 лет, сделала Мамона. Это похоть отчей, гордость житейская, и был политический заказ на смешание христианства с язычеством, на религиозный оккультизм. Поэтому то, что монахи в конце самом 4-го столетия стали привносить в церковь, это было не просто их самовольством, самоправством, но это был уже политический заказ сильных века сего, которые хотели уже действительно видеть в христианстве. Раз христианство государственное религия, католическое, вселенское, то будьте любезны тогда и в традиции, которые знали наши предки, наши отцы, деды языческие, эллинские, римские, перенесите в христианство. И вот в том числе и спиритизм, оккультизм всевозможный, он тогда стал распространяться в христианстве. Я имею в виду время, как раз напоминаю, конца 4-го столетия, начала 5-го столетия. И вот в начале 5-го столетия, да, прошло 400 лет истории христианства, и вот ровно 400 лет, дамы и господа, потому что в 30-м году, получается, наша эра церковь родилась, да, в 30-м году, исторически это было в 30-м году нашей эры, церковь Христова родилась в крови, на Голубовском кресте, Иисус рожал свою церковь. А потом в день Пятидесятницы она была явлена миру, как бы выпиской за рудом, я так сравниваю, допустим, явлена была миру и облечена силой свыше, как бы одета этой силой свыше. Слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя, Боже Всемогущий, за церковь Твою. Вот, и потом, до 430-го года христианство, больше или меньше, но сохраняло библейское вероучение, библейскую ориентацию свою, Христову, центричность, будем так говорить. Вот, и в церквях, там, даже, там, в 4-м веке были Вселенские соборы, 1-й, 2-й, там, 325-й, 381-й годы, были поместные соборы, но ни на одном из них никому в голову не приходило молиться, кому-то еще помимо Господа на стороне, знаете ли. «Знали, ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех». Это люди знали прекрасно. Вот, и это выдержались христиане. Даже отступническое христианство это выдержалось. Но, к сожалению, все изменилось в Эфессе в 431 году. Да, прошло 400, ровно лет, 400 лет прошло истории христианства. И вот, в 431 году, в Эфессе, на соборе, ну, там, по совести говоря, более подробно я говорю это в лекциях по истории христианства, можете послушать. Но, в общем-то, да, к сожалению, в Эфессе принято было решение, позволяющее молиться кому-то еще на стороне, помимо Господа, одним словом. Ну, по сути, было два собора. 22 июня, 26 июня 431 года. Вот, несколько дней разница, но принципиальная разница, колоссальная разница духовная. Вот, собор 22 июня, он принял решение именно, что, да, Мария, Матерь Иисуса Христа, это отныне Богородица и Царица Небесная и прочее, прочее, прочее. И молиться к ней можно, и к апостолам Иисуса Христа тоже молиться. То есть, ну, там лиха беда начала, знаете ли, начали там с 13-12 апостолов и Мария, а потом уже через 20 лет, ровно через 20 лет, исторический факт в Халкидоне, там уже молились, кому только не молились уже, сотням святых уже молились. Вот, и мученикам, преподобным всяким. То есть, это было как прорыв воды, знаете ли, дамба такая прорвалась. Страшно, конечно. Но, по совести говоря, не собор эфетский виноват, а к тому времени просто уже накопилось это зло, вот, и чаша была переполнена уже беззакония к тому времени уже, христианства, исторического. Церковь блудница уже была достойна, вот, подобной мерзости. И культ Богородицы стал с 431 года официальным культом исторического христианства, отступничества христианства, печатью, знаком отступнического христианства. Вот, и, ну, с таким знамением, будем так говорить, знамением отступнического христианства. В Бавилонской блуднице, да, в Новом Завете так же, как и в Ветхом Завете, народ Божий сравнивается порой с проституткой, с блудницей, с неверной женою. Именно Израиль в своей истории это испытал не раз. Когда евреи молились только лишь к Богу, то Бог посылал своих пророков, и пророки говорили своему народу, что это возлюбленные, что Израиль сравнивали с возлюбленной Божьей женой, невестой и, ну, жена Божья, да, но, знаете ли, когда Израиль начинал, не забывая про Бога истинного, они начинали молиться кому-то еще, древние израильтяне, Ваалом, Астартом, то есть многобожие приходило в жизнь народа Божьего. И что это производило? Грех беззакония в глазах всемогущего Бога, как говорили пророки Израиля, это было то же самое, что супружеская неверность. Это было то же самое, что блуд. И поэтому свой народ Бог называл через пророков, призывая к покаянию, называл блудницей. Но говорил, вернитесь, я все прощу, тшуву совершите, тшува, тшува, это как вот кто-то сравнил там в сети с химчисткой души, но это покаяние, тшува это возвращение, буквально с еврейского, возвращение, покаяние. И действительно, тшува в Библии, очень много примеров тшувы, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, особенно в притчах Иисуса, я вчера упомянул в вечерней программе, вчерашней вечерней, упомянул притчу о блудном сыне, как мы ее называем обычно. Хотя там по совести говорится о двух блудных сыновьях, просто один де юре, другой там де факто. Вот, значит, и, знаете ли, что скажу, ой, Господи помилуй нас, Господи помилуй церковь свою. С того самого 431 года христианство заполонили многочисленные ереси. Началась эпоха, так или иначе, она, конечно, не так быстро начиналась, но после 9-го столетия, 843-го года, это было крутое пике. Эпоха великой деформации, великой деградации мирового христианства. И так продолжилось, если брать глобально, глобально, исторически, то так продолжилось в истории христианства мирового, если христианство брать не православие, католицизм, а вообще мирового христианства. Так продолжилось до 1517 года, да, с 843-го года, и так продолжилось, да, ну да, с 431-го года, Но особенно с 1843 года, когда царица Феодора Византийская, бесстыдная женщина, отступница и греховодница, инквизитор в юбке, казнила свыше 100 тысяч христиан, которые отказались молиться к Богородице, к святым и целовать иконы, кресты, мощи. Ну и евангельских православных она убила христианта. И даже римский папа Николай тогдашний, он восхитился ей, назвал ее самой лучшей царицей вообще в истории. Ну потому что она на самом деле была инквизитором, очень страшная была женщина. К сожалению, она святая в традиционном православии. Ужас, конечно. Там порой такие святые в святцах, что, как говорится, туши святы святых выносили. Да, друзья. И знаете, и вот после 1883 года, значит, так называемые торжества православия, да, ересь настоящая, до 1517 года продолжалась, если кривую рисовать историю, то она резко вниз шла. Эпоха великой деформации, великой деградации мирового христианства. Эпоха великой деформации. Но слава Богу, благодарение Создателю нашему, слава Иисусу Христу, Спасителю Господу, Утешителю Духа Святого Хвала. Что пять столетий назад началась эпоха великой реформации. То была эпоха великой деформации до 1517. В 1517 началась эпоха великой реформации. Деформация – это деградация, отступничество, апостасия. Реформация – это покаяние, исправление, возвращение, исправление церкви, покаяние церкви. За пять столетий этой эпохи великой реформации уже много сделано, слава Богу, благодарение Господу за все эти эпохи. Ну, там можно подразделить это на первый этап реформации, второй, третий, там дальше. Вот, знаете ли, и сегодня, в наш век, уже 21-е столетие, когда, как говорится, космические корабли уже бороздят просторы Вселенной, знаете ли, уже действительно время такого пробуждения духовного истрезвения церкви. И я, как православный реформатор, как евангелист православный, я ревную, конечно, о покаянии православной церкви. Ревную об этом и тружусь для этого, для возрождения православия. Молюсь о воскресении православия. Воскресении православия. Сегодня, вот, ну, еще вчера вечером, ночью, вот, верю, было это от Бога напоминание о том сне, которое я видел еще вот здесь, в Киеве, мы жили сейчас возле Черниговска, а то прямо возле метро Харьковска, мы снимали там квартиру, возле Вырылица озера, вот, и прямо окна выходили на Вырылицу у нас. Вот, и интересно, что, значит, там, проживая, вот, несколько откровений получил я таких очень сильных, и одно из них, таких мощных откровений, это о том, что Бог воскресит православие, Бог воскресит церковь свою, слава Богу. Вот, и я, конечно, не отделяю православие от всего христианства, я далек от такого сектанства уже давно, слава Богу. Уже больше 20 лет я не сектант в этом отношении, потому что до 96-го года, к сожалению, я жил в таком сектантском мировоззрении, я считал, что церковь это только лишь православие, и что лишь русская православная церковь является, как бы, вот, авангардным, как бы носителем этого православия, вселенскости, духовности, и я был священником, да, Московского патриархата, увы. Некоторые годы моей жизни молодым священником я трудился там, и, конечно, негативный опыт тоже опыт, знаете ли, но печально, что те годы я молился и к Богородице, и к святым, и к ангелам, и моя жизнь была наполнена, духовная моя жизнь была наполнена этими мерзостями, этим религиозным оккультизмом. И поэтому, когда я говорю о религиозном оккультизме, я знаю, о чем говорю, потому что я сам это испытал в жизни своей, я сам пережил это, я сам вышел из этого, слава Богу, Господь вывел меня, да, я вышел из этой системы добровольно, по доброй воле, в здравом уме, значит, находясь в памяти, в чистой совести, потому что моя совесть больше не позволяла мне молиться ни к Богородице, ни к святым, никому ни к ангелам, ни молиться за покой, все это обрыдло, как в Украине говорят, то есть все уже настолько опостылило, уже, знаете ли, действительно захотелось чистоты Божьей, евангельской, библейской, чистоты веры, чистоты помыслов, чистоты дыхания души этой, именно молитвенной души, молитвенного дыхания, слава Богу. Вот, и потому что, когда человек молится кому-то еще на стороне, помимо Бога, это блуд, это заблуждение, это, ну, душа проститутка, это не чистота, но когда душа молится только лишь Богу, открывается самое интимное, самое сокровенное в себе, человек открывает только лишь для Бога, это чистота, это святость, это евангельское мировоззрение, слава Богу. И, хотя, хотел в 96-м году, выходя, думал, наверное, стану протестантом, но так и не решился, может быть, зря, может, не зря, до сих пор не знаю. Но в 96-м году я вот общался, даже ходил на собрания, там одно, другое, третье, пятое, десятое, адвентисты, баптисты, методисты, там, лютеране, там, харизматы, пятьдесятники, разные очень друзья у меня были, особенно в пятьдесятнической церкви у меня было много друзей, вот, и, ну, они, эти церкви не общались между собой, но я любил этих братьев и тех, и тех, и тех разных конфессий. И, знаете, я потом подумал, ну, что я буду менять шило на мыло, в принципе, от перемены мест слагаемых сумма не изменяется, и, как бы, если конфессии менять, динаминации менять, то, как бы, я думаю, от этого особенно ничего не поменяется. Я и решил, так и останусь православным, был православным, так и останусь. Зачем мне уходить из православия? Из юрисдикции русской православной церкви, Московской Дарья Архата, я вышел в 96-м году, но православным являюсь до сегодняшнего дня, вот, и буду оставаться православным. Если Господь меня выведет куда-то еще там, я не знаю, я готов идти, для меня, я не держусь за конфессии, динаминации, я держусь за Господа моего. И я знаю, что на протяжении всех тех лет, из того, что открыто мне, я знаю, что Бог воскресит православие. И я живой этой верой, надеждой и любовью, и молюсь об воскрешении православия. И вот о том откровении, которое я получил во сне, прямо в сновидении, здесь вот на Харьковском, в Киеве. Это было в 2000-м году. Во сне я вижу похороны, не похороны, не знаю, но вот такое пространство, в центре свет, здесь погумрак, я стою в погумраке, какие-то люди там. А на свету никого нет, только подиум такой, как бы, и гроб. На этом постаменте, как бы, на подиуме этому. Вот. И гроб закрыт, но я знаю, что находится в этом гробе. В этом гробу было тело мертвой девушки. И не просто тело мертвой девушки, а я знал почему-то подробности такие сразу. Я знал, что ее убили, издевались над ней, насиловали, убили, расчленили, и все это лежит в гробе. Получается, даже расчлененное тело, нецельное тело. Такой ужас такой. И это ночью во сне, представляете, я такое вижу. Вот. И во сне слышу голос же. И голос говорит мне во сне. Иди молись за ее воскрешение. Иди воскреси ее. Он мне говорит это. И я понимаю, это Бог говорит. И я понимаю, что мне не хочется далеко это все делать. Вообще не хочется это делать. Она же вообще не просто мертвая. Я сказал Богу такие слова примерно, что, ну, пытаясь, как бы, знаете, найти оправдание своему недействию. Я сказал примерно так, что Господь говорит, ну, ведь она же не просто мертвая, она же еще и расчлененная на части. Как она? Это же не конструктор, чтобы склеиться, знаете ли. Вот. И как бы я сказал, что, Господи, ну, если бы она была просто мертвой, я, может, попробовал бы даже, ну, попытался бы. Может быть. Ну, вот такой случай. Я же никогда не молился за воскрешение мертвых. На самом деле, в 2000 году это было правдой. Я еще ни разу не молился за воскрешение мертвых. Вот, значит, и, значит, и понимаете ли, это сейчас уже, за эти годы уже есть несколько случаев уже воскрешения мертвых. Но тогда я даже был далек от этой мысли вообще. Знал где-то там Рейнхард Бонг, где-то в Африке воскрешает кого-то мертвых, где-то в Индокитая, где-то. Ну, как бы, ладно, в этих странах, да. Но у нас, где христианство уже исторически, как бы здесь, как бы, уже, думаю, это такое, наверное, уже и не будет такого чуда. Такой силы излияния Духа Святого. А я понял, после 2003 года, весны, когда было первое воскрешение из мертвых, подростка, мальчика и его быстрое исцеление, то я понял, что Бог, Он тот же самый, что и в Африке, что и здесь, Он везде тот же самый. Излияния Духа Святого то же самое, слава Богу. Но я вернусь к тому, что было в 2000 году, за три года до момента воскрешения первого. Вот, значит, и я примерно так Богу сказал, что я, говорю, ни разу не молюсь за воскрешение мертвых. Ну, правда, это было так, на самом деле, в то время. Вот, и я сказал, что вот, значит, вот такая ситуация. И, представляете, я думал, я убедил Бога, как бы, ну, не делать этого. И, представляете, тот же самый голос меня опять говорит, так же говорит, прямо во сне. Иди молись за ее воскрешение, иди воскреси ее. Я понял, мои аргументы не сработали, мои аргументы слабы. И я стал говорить по-другому, изворачиваться. Я говорю, ну, Господи, ну, лишь бы не сделать это, потому что мне не хотелось ужасно это делать. Я говорю, Господи, ну, может быть, а если не получится, говорю, а если не получится, то уже, как бы, позор не на меня, как бы, а что буду на тебе говорить. Скажут, вот верующие какие, вот, значит, и Бог такой вот вышел, помолился, не воскресло. Вот, значит, вроде как бы нарекания на него. Я думал, убедил его. Не убедил. Тот же самый голос мне снова говорит, третий раз, то же самое. Видимо, он не переживает за свой авторитет, за свое имя, не переживает, потому что он, ну, не знаю, он такой. И третий раз, то же самое слышу, слово, иди молись за ее воскрешение, иди воскреси ее. Я попытался что-то еще сказать, не помню что, я проснулся. Проснулся, вот, проснулся, ночь, сна нет, вот, ни в одном глазу. Я, значит, пошел на кухню, на кухне, ну, помолился за все. Ну, первый, конечно, я покаялся. Думал, ну, слава Богу, это все лишь был сон, как-то нехорошо получилось, я с Господом так вот пререкался. Получается, думаю, ну, как бы, в принципе, что там, это же был сон всего лишь. Думаю, слава Богу, не наяву такую глупость свою показал, думаю, просто во сне. Ну, думаю, ну, наверное, Бог во сне показал мою гордость, кто я такой, такой, створец создателем. Ну, ладно, значит, и я, значит, попросил прощения, покаялся в гордости, покаялся во всем, значит, там, и, ну, и молюсь, сна нет. Молюсь, значит, и, представляете, помолился уже обо всем, и начал молиться на иных языках. Я в 96-м году, когда вышел из традиционного православия, вскоре, через несколько месяцев я был хрящен Духом Святым, со знамением молитвы на иных языках, и с того времени молюсь в Духе, не только умом, молюсь умом, да, но молюсь и Духом, и молюсь не только на русском языке, но молюсь и на иных языках, которые Бог дает, какими Бог мне дает провещевать, ангельскими или человеческими, или какими еще, не знаю, вот, Бог знает. Вот тайны говорю Богу Духом. И, знаете, вот удивительно, все-таки, это благодать, удивительнейшая благодать, amazing grace. Когда молишься на языках, то, действительно, Дух, Он какие-то тайны сообщает Духу Божьему, и Дух Божий тайны сообщает нам. И вот я молюсь на языках, вот, и вдруг я понимаю, что я уже не молюсь на языках, а говорю языками. Было говорение уже, да, есть разница в Библии, она небольшая, но подчеркнута, разница между молитвой на языках и говорением на языках. Вот, а когда еще есть, плюс еще есть толкование языков иных, то вообще, это то же самое, что пророчество вообще говорится. Вот, но до 2000 года у меня не было дара и толкования, вот, я не практиковал подобное. Но в 2000 году это произошло в моей жизни, да, вот именно тогда, той ночью. Я молился на языках, потом это, оно перешло как-то само собой, в говорение на языках. Я что-то провозглашал, что-то говорил, так, убедительно довольно, мне казалось, прям так, знаете, как там. И самому интересно стало, думаю, о чем же я так говорю? Я как-то не интересовался, когда просто молился, да, и раньше, допустим, были говорения, но так не было мне интересно, как в этот раз. Потому что в этот раз было так вот, как бы, я так вроде как бы очень убедительно что-то говорил. И мне самому интересно стало, любопытно просто, вот любопытство, оно открывает, это очень многие вещи интересные. И вот, что же я говорю такое? Я остановился, важно паузу сделать вовремя, да, тоже остановиться. И представляете, и вдруг первую фразу и первое предложение из того, что я говорил, я стал понимать, как будто в этом мой второй язык вообще. Вот это да. И интуитивно я сообразил, я не имел учения об этом, ну, как бы, научения и примеров таких я не слышал даже. Но интуитивно я догадался, что, значит, надо это сказать. Я это сказал вслух самому себе, получается, самого себя перевел для самого себя же. Сказал это вслух на русском языке. И когда сказал первое это предложение, вдруг я понял второе. Я сказал это и фразу, и предложение. Дальше, третье, четвертое и дальше. То есть, и удивительно, вот это то, что я провоглашал, говорил на иных языках, я это перевел самому себе же, для самого себя вот эти иные языки перевел. И это было откровение, это было то же самое, что пророчество, друзья, это точно. Библия права, Слово Божье право. Почему? Потому что это было объяснение сна, объяснение, истолкование этого сна. Представляете? И оказывается, вот так вот убедительно я говорил об этом сне, объясняя этот сон, оказывается, представляете? И говорила, что эта девушка, это не девушка. То есть, я вообще, проснувшись, я неправильно понимал даже, что мне было показано. Вот порой даже одно понимание есть у нас об этом сне, допустим, в своем каком-то сне, да? А на самом деле там имеются совсем другие вещи, поэтому очень важно молиться. И Бог показывает, Бог открывает сны, Бог открывает видения, Бог объясняет все это. Вот, потому что нам порой, ну, с нашей колокольной все видится порой, ну, совсем по-другому. Вот как в моем случае. И вот, и было показано, в истолкованиях было объяснено сновидение. И было сказано, что это не девушка. Чтобы я не заблуждался, это не девушка. Что идет речь не о воскрешении девушки, а о воскрешении церкви. Идет речь, что эта церковь была показана, непосредственно православная церковь. Кто-то не надругался, насиловал ее, политики, религиозники издевались, и теперь расчленяли, и теперь у дьявола есть следующий этап, завершающий этап вот этого издевательства, надругательства на церковь православной. Это похоронить церковь, похоронить. Дьявол хочет похоронить православие. Но у Бога есть план, оказывается, из этого истолкования я узнал об этом планах. И этими планами я делюсь со всеми. Я говорю это в разных аудиториях, что у Бога есть план, оказывается, испортить праздник дьяволу, испортить эти похороны и воскресить церковь. Как помните, шла похоронная процессия навстречу Иисусу, да, значит, сына вдовы хоронили, горе. Вдова потеряла сына. Мало того, что мужа потеряла, теперь и сына потеряла. Вот, безутешная вдова. И Иисус остановил процессию, говорит, женщина не плачь. И он воскресил чудо. И вместо траура, вместо печали, радость, ликование, праздник. И вот наподобие того, я думаю, что Бог хочет и дьяволу испортить праздник его. Потому что, когда людям горестно, когда люди плачут, когда погибают, дьявол радуется. Но когда люди радуются, ликуют, торжествуют, празднуют, любят Господа, Бога, окружающих любят, то дьявол рыдает просто-напросто. И действительно, Бог воскресит православие. И молюсь, и сегодня ночью молился, и сегодня утром молюсь. Боже, воскреси православие. Боже, спаси. И все христианство в целом я благоставляю. Но если для протестантских многих и католических ветвей, значит, таких и листочков на древе христианства, нужно пробуждение духовное, необходимо духовное пробуждение, встань спящий, как написано, помните, да, у апостола Павла. Встань спящий. То по отношению к нам, православным, как правило, ну и, конечно, и к другим многим ветвям тоже христианства, обращено слово иного немного рода. Воскресни из мертвых. А потом ко всем нам, и проснувшимся спящим, и воскресшим из мертвых, слово третье. И осветит тебя Христос. Аллилуйя. Для всей церкви. Поэтому для, допустим, многих протестантов, многих католиков, актуально очень говорить о пробуждении, духовном пробуждении. Встань спящий, пробудитесь, люди добрые. То для нас, православных, как правило, бесполезно говорить о пробуждении. Не, нужно, конечно, но это, знаете, как мертвому горчичнике. Поздно пить боржоми. Но для православия актуальнейшим является не пробуждение, а именно воскресение. Действие того же самого Духа Святого, но немного иного качества. Помните, как Иисус пошел воскресить Лазаря. И Он сказал, иду разбудить Лазаря. Ну, раз уснул, значит, выздоровел. Нет, нет, вы не поняли, Он уже смердит уже. Он умер так, крепким сном уже умер. А в другом Он говорил сне. Шалом, Вячеслав пишет. Да, приветствую. Шалом тоже. Мир Божий. Аллилуйя. Вот. И молюсь о воскресении Церкви. Пусть, ну и за все христианство, конечно, молюсь тоже. Пусть Господь спящих пробудет, а мертвых воскресит и осветит единую свою соборную, святую апостольскую Церковь. Христос. Аминь. Состоящую из проснувшихся спящих и из воскрешенных мертвых. Аллилуйя. Как вот мы поем на Пасху, да? Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробах жизнь даровав, и тем, кто во гробах, и всем мертвецам жизнь даровав. По сути, 2000 лет назад уже было объявлено это воскресение, объявлена эта победа Господа. Так что пусть сегодня эта победа Господа, она осуществится в судьбах миллионов и миллионов людей. Слава Богу. Пусть миллионы и миллионы православных католиков, протестантов станут действительно христианами. Я повторяю часто в лекциях тоже, что православными мы становимся от православной церкви, католиками, от католической, протестантами, от протестантской церкви. Но христианами мы становимся только лишь от Иисуса Христа, больше ни от кого. Ибо ни в коем другом нет спасения, и нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Иисусу Христу на веке, слава Богу Святому, аминь. Слава Богу. Сегодня вечером будет продолжать, в 6 часов вечера подключайтесь к прямой трансляции здесь на ютубе. Мир всем вам. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Молитесь о воскрешении Церкви Православной. Слава Богу. Церковь воскреснет, потому что Господь наш воскрес. И всё тело Христово в целом, вкупе, да переживёт силу воскресения Господа Христа. Аллилуйя. Тело Христово. Аллилуйя. Аллилуйя. Кровью Христовой. Аллилуйя. 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 Аллилуйя